Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, братья и сёстры! Данное моё видео, данный мой ролик, он новый, он не был на моём предыдущем канале. Я его решил записать, так как я чувствовал недосказанность в отношении разговора об экономике Армении. И недосказанность заключается в следующем. Вот столько крупнейших лидеров как прошлого, так и, в общем-то, и настоящего армянского народа говорили о невозможности существования и развития Армении как государства и жизни армянского народа как народа. Без дружбы, без сотрудничества с соседями. И вот вопрос такой создаётся. Если столько людей, столько лидеров, такие как Микоян, Аванес Качизнуни, Терпитросян, Азербайджан, ну можно перечислять и перечислять, и этого будет мало. Чётко говорили ту же мысль, что и говорим мы, что жизнь Армении без дружбы с Азербайджаном и с Арменией – это что-то за гранью фантастики. Так что же мешает армянскому народу или хаэм понять это? Или кто мешает? И по какой причине мешает? И знаете, я нашёл ответ. Именно полный, в меру полный ответ на данный вопрос. И сейчас я вам именно поэтапно объясню, насколько я вижу данную картинку. точнее сказать, не картинку, а ответ на данный вопрос. Первая сила, которая мешает армянскому народу воспринять эту правду о мирной жизни соседями, является армянская церковь. Теперь я объясню, почему ей выгодно, скажем так, чтобы Армения оставалась недогосударством, а армянский народ проживал, ну, мягко говоря, был на голодном пайке. По одной причине. Если армянская церковь сейчас заговорит о том, что она ошибалась, что и скажет, что Армении необходимы дружеские отношения, сотрудничество с такими странами, как Турция и Азербайджан, то, знаете, я так думаю, что народ спросит со всей армянской церкви за её многовековую ложь. О том, ведь церковь же говорила на протяжении, армянская церковь на протяжении столетий говорила, что азербайджанцы и турки враги, и что Армения обойдётся без них, и как же теперь через 300 лет заговорить обратное, об обратном? Знаете, за такую ложь армяне могут вообще отречься от армянского католика-кассата и запретить его, перейдя в другую какую-нибудь христианскую веру, тем более выбор большой. Вторая, я скажу так, назовём так, организация, второй, скажем так, субъект, я даже бы сказал, политический и общенародный, это спецслужбы и сильные государства-лидеры. Им тоже выгодно, чтобы Армения находилась в том бедственном положении, в котором она находится сейчас. Это выгодно Америке, даже не Америке, я неправильно выразился, это выгодно западным спецслужбам, учитывая, что, грубо говоря, армяне в глазах Америки в этом случае являются как дешёвые, очень дешёвые агенты против России. То же самое делает Россия. Для России, и учитывая, что в Армении находится самое большое американское посольство, Россия использует в обратную сторону армян. Это самая дешёвая разведка, которая может хотя бы выкопать дополнительную информацию из американцев, хотя бы какую-нибудь. То есть тоже выгодно. Идёмте дальше. Третья сила, которая, скажем так, тоже заинтересована в том, чтобы Армения находилась в изоляции, чтобы Армения не сотрудничала с соседями, это так называемая, ну, назовём так, чёрные бизнесмены. Для которых армяне являются просто дешёвой силой. Сейчас объясню. Допустим, некий армянин, проживающий на Западе, открывает, ну, я не знаю, занимается прокладкой дорог. Почему ему... Ему же, согласитесь, не выгодно, чтобы Армения процветала. Ему, наоборот, выгодно, чтобы она угасала, и чтобы люди, грубо говоря, делали свой выбор ногами, то есть бежали из Армении и становились, грубо говоря, ну, если так говорить, дешёвыми работниками, чтобы они за три копейки готовы были бы делать то, что другие делают за, грубо говоря, 100 рублей. Если так говорить. То есть это тоже очень выгодно. То же самое... И есть ещё одна сила. Вы удивитесь, но она сейчас стоит не на первом месте, далеко не на первом. Она именно вот находится где-то на четвёртой, на пятой позиции, если так говорить. Это армянские радикалы, хайские радикалы. Вы спросите, а в чём же их выгода? У них... Прежде всего, у них та же выгода, что и у армянской церкви, так как если армянские радикалы сейчас заговорят, что нужно дружить с Турцией, нужно дружить с Азербайджаном, армянский народ, простые армяне этого не поймут. И так как армянские радикалы и так потеряли сторонников, они уже набирают очень мало процентов в Армении, они потеряют оставшихся. Я даже скажу больше. Их просто уничтожат. Поэтому им тоже выгодно, скажем так, чтобы Армения находилась нищей, так как пока народ голодает, он не думает о чём-то большем. Вторая причина, почему... Второе, скажем так, второй способ, который используют армянские радикалы, это запугивание. Кстати, этот же способ использует и армянская церковь. Что, мол, если будет... Если вы будете сотрудничать с турками и азербайджанцами, они, грубо говоря, вам отомстят за то, что мы натворили. И есть третий способ запугать, скажем так, армянский народ, это... Ну, грубо говоря, силой. Потому что армянские радикалы, они же не даром говорят, не даром армянские радикалы именно кричат о сумгаите. Это знаете для чего? Чтобы напоминать армянам, что радикалы могут сделать. Это ясты-ясты намёк, что, помните, мы там подставили, мы можем ещё больше сделать. И народ боится. Тем более, когда и кушать нечего, и нож у горла, и народ боится. Да, когда я описывал вот эти способы запугивания народа, кстати, эти же методы используют, в общем-то, и Россия, и Запад, западные спецслужбы, то же самое. Они говорят, они говорят, либо турки вам будут, либо турки-азербайджанцы вам будут мстить, поэтому не очень-то, либо говорят, что ну, мы от вас отойдём, и посмотрим, что будет. вот, в общем-то, и всё же, вот, в общем-то, весь мой ответ на данный вопрос, моя, назовём так, мой аналитический ответ на данный вопрос, конечно, я не строю у себя аналитикой, но насколько мог, по-моему, я смог проанализировать. проанализировать, скажем так, ту причину, почему армяне не слышат. Напоследок, единственное, что я хочу сказать, исходя из того, что я только что сказал, что большинство армянского народа всё действительно знают, всё прекрасно понимают. так как можно не понять элементарной истины, что если сосед, если твой сосед для тебя враг, то ты не будешь счастлив. Тем более, когда открываешь собственный холодильник и не видишь ничего хорошего, видишь только, что холодильник пуст, и тебе нечем кормить ни твоих детей, ни твоих родных, но пускай сколько угодно, церковь, дашнаки, кто угодно говорит, что с соседями дружить нельзя, но любой человек начинает понимать, что что-то не то. Согласитесь, я в общем-то прав. И недаром многие армяне сейчас едут на заработки в Турцию. Поэтому я вам говорю, дорогие друзья, армянский народ, как я уже миллион раз говорил, запуганный народ. По-моему, я вот теперь я уже полностью ответил на данный вопрос. Всем до свидания, всем пока, всегда ваш Саидов Камран. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok